МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Евгения Кладкевич, и это время новостей. Хотела сказать бы я, но нет. В эфире ваша любимая информационно-развлекательная программа Студия 11, и я ее ведущая. Формат для меня новый, программа дебютная, но, несмотря на небольшое волнение, настроение у меня прекрасное. Надеюсь, что и у вас тоже. Впереди только позитивные и интересные сюжеты, и вот кратко лишь о некоторых из них. Раз в крещенский вечерок. Как гадают жители столицы Коми? Хобби, как высокое искусство. Александр Бугаев о своем творчестве. Такие милые и такие быстрые. Северин Арпа посетил гонки на собачьих упряжках. Прописать мечту на бумажке, поджечь ее, бросить в бокал, а затем выпить. Это приятная новогодняя традиция. Далеко не единственный способ исполнить заветные желания. Сейчас активный период особых народных праздников, святок. Начались они еще 7 января и продлятся аж до 19-го. В эти дни принято совершать милосердные дела. Ходить друг к другу в гости с угощениями, а еще каледовать и гадать. Насуженного успеха или материальное благополучие. Вариантов заглянуть в свое будущее немало. О том, какие гадания они считают самыми достоверными, нам рассказали жители столицы Коми. На жениха, на будущего. Исполнялась? Ну, не знаю, мне мама рассказывала. Там у нее сбылось такое желание, да. На газете надо выключить свет, включить свечку. Сжигаешь газету и смотришь на тень, когда она сгорела. Что тень тебе покажет, что ты увидишь, то и будет. Там показал животное собаку, и у меня потом появился лабрадор. Блюдечко суженый. Не получилось. Конечно, верим. Гадаете? Гадаем. Расскажите, какие гадания самые верные по-вашему? Ну, я даже не знаю, на чем мы тогда, по-моему, гадали. А, воск лили. Ага. Горячее. Ну и что, выплывет. Талант. Врожденное или приобретенное? Этим вопросом задавался, наверное, каждый из нас. Бывает такое, что человек, будучи взрослым, впервые взял в руки, например, кисти. И понеслась. Шедевр за шедевром выходит из-под его руки. Очевидно, что этот человек предрасположен к живописи, но важен еще один интерес. Без горящих глаз и получения кайфа от процесса, увы, не выйдет ничего. С художником Александром Бугаевым на эту тему пообщалась наша Алена. Александр, очень рады с вами познакомиться, с вами и с бородатой Агамой-кошкой, которую потом наш оператор покажет. Александр, я знаю, что у вас нет художественного образования, тем не менее рисуете вы давно. И как вообще к такому пришли? К такой жизни. Ну, рисую я со школы. Первый раз я начал что-то рисовать, я решил рисовать портреты в качестве подарка для девочек на 8 марта. Собственно, как такого опыта у меня не было, просто было желание. Я тогда нарисовал 16 портретов, это за пару недель. Ну, и с тех пор я уже нарисовал где-то хорошо за 300, мне кажется, портретов. Были ли у вас какие-то задатки, какая-то тяга именно к кистям, краскам, или это просто так все спонтанно, оп, хочу рисовать? Ну, я как бы в детстве любил рисовать очень, но в художественную школу не ходил. И потом, ну, как начал рисовать, потихонечку с карандашей, потом добавлял, добавлял, добавлял материалы, что-то пробовал. Ну, потом уже начал заниматься плотно самообразованием, ну, потому что без академии все равно никуда ты не уедешь. Вы как считаете, для того, чтобы стать реально классным художником, нужна ли вышка, или все-таки можно там ограничиться видеоуроками на Ютубе и тому подобным вещам? Сложные вопросы, неоднозначные, потому что есть художники, которые занимаются непосредственно прикладными видами. Очевидно, база, которая им дается, она позволит им прогрессировать намного быстрее. Но если вы хотите рисовать, ничего не мешает вам начать прямо завтра. Достаточно туториалов, достаточно материалов, все в свободном доступе, там, книги тоже в свободном доступе по композиции. Вы можете походить на мастер-классы. Достаточно быстрый старт, можно за пару лет какой-то средний уровень достичь. Естественно, если вы будете практиковаться. Александр, вы сказали, что успели написать более 300 портретов. Какую для себя любимую технику, какие любимые материалы для себя выделили? Ну, мне очень нравится акварель. Мне кажется, это один из самых живых материалов, которые есть. Масло. С акрилом у меня не задались отношения. Все-таки там есть свои нюансы, да. И уголь. Мне очень нравится рисовать углом. С чего начать свой путь тем, кто хочет погрузиться именно в мир искусства? То есть, это теория или это все-таки сразу можно взять, я не знаю, Ван Гога и копировать его мазки? Я думаю, это однозначно хорошая практика, именно копирование. Но копирование не работ других мастеров, а копирование окружающего мира. Я, в общем-то, так и начинал. То есть, у меня все тетради были исписаны. Я все время что-то рисовал. Чьи-то портреты, фикусы, столы, стулья, руки. Все, что меня окружает, все, что вижу. Александр, вот у меня личный интерес. Я знаю, что очень многие начинающие художники напишут несколько работ, поставят их красиво около стеночки и стоят так они годами. Но также я знаю, что очень важно эти работы обрабатывать. Вот вы как художник, так скажем, со стажем посоветуете, чем можно обработать? Ну, во-первых, любую картину можно обработать, чтобы мало того, чтобы сохранить, но и дать глубину цвета. То есть, она по-другому заиграет. Для этого используются, как правило, лаки. То есть, домарный лак, акрилостирольный лак, полголенция, поломатовые акриловые лаки. То есть, любой из них можно использовать. Но у каждого есть свои, конечно, нюансы. Потому что домарный лак, он желтит работу, акрилостирольные, они более чистые дают. Ну, вот некую липкость оставляют. То есть, надо после того, как вы обработали, обязательно хорошо высушить в проветриваемом помещении. Я думаю, вы нам обязательно на практике покажете, как все-таки покрывать работы лаком. Но мы же вам забыли показать кошку. Давайте посмотрим. Ну что ж, на столе у нас уже, точнее на кушетке, есть лак, картина и кисти. И, Александр, мастер-класс, как покрыть готовое изделие уже лаком. Все очень просто. Берем домарный лак. Работа у нас предварительно уже зачищена. Она высохла, она отстоялась. Мы просто наливаем. Прям так, не жалеть. И потихонечку мы просто развозим ее такими движениями. Как много времени занимает потом вообще сам процесс и как долго сохнет лак? Нет, сохнет он очень быстро. В течение суток примерно при хорошей вентиляции. Потом вы зашиваете просто в хороший багет и все. И забываете о нем. Ну и периодически можно там почистить его раз в полгода, пыль смахнет. Я думаю, даже уже в кадре видно, да, как картина новые краски обретает. Жизнь даже как будто бы. Ну, поэтому очень важно, ну, как бы все-таки лаком покрывать. Потому что само по себе масло, даже если вы покупаете дорогое масло, да, с определенной цветоотражающей способностью, в любом случае я бы использовал лак. Минимум неделю надо, чтобы картина стоялась, чтобы все уселось. Потом надо понимать, кто какими красками используется. Пользоваться. Неделя – это самый минимальный срок. И сушить надо только в горизонтальном положении. Чтобы не стекло. Да, потому что в противном случае будут здесь натеки, здесь будет тоньше слой лака, здесь будут большие натеки. Ну и, соответственно, это очень сильно искажает восприятие. Потому что домарный лак, он очень сильно желтит. Вот. Ну и он будет просто как эффект линзы. Вот, собственно, и все. Всего две минуты. И картина, она как будто бы новую жизнь приобрела прямо сейчас. Александр, спасибо вам большое за мастер-класс. Вам спасибо. И за интересную беседу. Зима. Удивительное время года. Уличных активностей ходят бабляй. Санки, коньки, ватрушки, лыжи. Одна из самых необычных зимних забав уже много лет – гонки на собачьих упряжках. Построение четвероногих в такой езде бывает разным. Самые популярные виды – шестерка, двойка и так называемая полосочка. Какой из них надежнее, лично убедился Северин Арпа, став гостем гонки «Легенда Севера». В один из морозных январских денечков под Сыктывкаром собралось более сотни мохнатых спортсменов в сопровождении своих хозяев, которые в них просто души не чают. А встретились они, чтобы пообщаться друг с другом и помириться силами. В общем-то, наверное, как у многих владельцев хаски, получилось все случайно. Сначала взяли собаку за красоту, за голубые глазки, потом стали соображать, что, собственно, с этой собакой можно делать. Поскольку любая собака, она должна выполнять те функции, для которых она предназначена, мы начали заниматься ездовым спортом. У другого участника гонки Александра Гмызина из Кировской области тоже все началось с одной собаки. Сегодня у него уже большой питомник – целых 11 пушистых друзей. И получается, как в названии с того самого фильма. Он обожает работать за своей командой в одной упряжке. Когда едешь на нарт, просто отвлекаешься от всего, получаешь удовольствие от процесса. Тут не надо как бы стараться там выложиться на максимум. Надо получать удовольствие от этого. Тем временем кто-то уже выдавал эмоции на старте. А кто-то работал в сторонке с тренером. Самое главное, чтобы в упряжке был лидер, который хорошо слышит команды. Потому что в основном управление идет голосом. То есть собаки подбадриваются, кричат быстрее, быстрее, чтобы они набирали скорость. Тише или медленнее, чтобы замедлялись. Плюс тормоз на нарте. И самое главное, чтобы ведущие собаки, которые ведут упряжки, понимали команды право-лево. На этих соревнованиях участники состязались сразу в нескольких дисциплинах. Первое – скиджоринг. Это когда лыжник бежит в упряжке с одной или двумя собаками. Здесь соревновались и юные, и взрослые спортсмены. Дистанции были разными. Но борьба все равно жаркая, а финиши яркими. Добой, молодец, добой. Молодец. Молодцы. Молодец. Как впечатление после гонки вы уходили со старта? Не первым мы помним. Ну да, не первым. Двоих обогнали мы. Молодцы такие. Как себя ввел Путин? Этот у меня отличный, дядя Сеган. Этот у меня на призовую песню. Сейчас, надеюсь, мы выиграли снова. Вторая и, пожалуй, наиболее интересная дисциплина – упряжки. От одной до четырех собак в каждой. Последние показали слаженную работу в команде и интересные моменты на финише дистанции, которая составляла пять километров. Давай, 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 давай. Финиш, финиш. Да, молодцы. И еще одной дисциплиной стал каникросс. Это когда спортсмен просто бежит в упряжке со своим питомцем. Причем интересно, что заниматься. Таким образом можно в любое время года. Лыжи здесь, в общем-то, не нужны. Авторская гонка «Легенда Севера» собрала 45 участников из разных регионов России. Это Кировская, Архангельская области, Ярославль и, конечно, Республика Коми. По мнению организатора Татьяны Белослуцевой, ездовой спорт идеально подходит для нашего региона. Очень актуально. Это очень интересно. У спортсменов такой азарт. Представляете, если они приехали со всей России, сдалека, очень тяжело ехать было. Они приехали. Я думаю, для них это очень значимо. Если мы будем здесь дальше это развивать, думаю, и Республику Коми многие увидят. И узнают они, и спортсменов многих узнают из России. Помимо того, что все участники получили заслуженные награды, призы и подарки, можно с уверенностью сказать, что эта гонка на собаках не просто спортивное событие, но и прежде всего большой, абсолютно семейный праздник, который объединяет между собой любителей животных, северной природы и отличного настроения. Бесплатный фитнес-центр, не выходя из дома. Как вам такое, девочки? Да и мальчики тоже. Тем более, что после праздников фигура неустанно просит «приведи меня в порядок». И вместо того, чтобы сразу оставлять семь потов в спортзале, специалисты советуют начать с чего-то полегче. Например, отказаться от лифта. Хождение по лестнице – один из самых эффективных способов не только похудения, но и поддержания идеального веса. 5-6 раз в день – вверх и вниз по ступеням, и лишние сантиметры, что остались с вами после новогодних застолий, исчезнут без следа. К слову, кто-то еще с незапамятных пандемийных времен использует подъезд как спортивный зал на постоянной основе. КОНЕЦ Вот так незаметно мы подошли ко второй части нашей программы. Какой она будет, расскажем после небольшой паузы. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Приветствую всех телезрителей и с удовольствием расскажу, что же ждет вас в следующие 10 минут. И увлечь, и развлечь. Как в Кослане работает молодежный клуб. Вторая жизнь. Алена Туркина заглянула в волонтерское объединение «Родник». Новогодняя сказка. Праздники ушли, а настроение осталось. Как можно больше свободного времени, особенно среди молодежи, важно посвящать саморазвитию. И если в городе с проведением и посещением полезных активностей проблем нет, то в сельской местности с этим сложнее. Жителям Кослана в этом плане очень повезло. Татьяна Красноярова – девушка, которая организовала на своей малой родине молодежный клуб. В нем активно проходят тренинги, лекции, мастер-классы и тематические вечера. В общем, все, что может способствовать творческому и личному развитию молодежи. Татьяна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как же родилась идея такого клуба? Ну, сама я выросла в Удорском районе, это село Кослан. И для своего района мне хотелось сделать что-то полезное. И вот родилась такая идея. События какого формата там проходят и что же уже состоялось на площадке? Чем можете похвастаться? Ну, мероприятия-то всегда разные. Как изначально было запланировано, это лекции, какие-то практические занятия. Вот из последнего у нас было на прошлой неделе три мероприятия. Первое – это арт-вечеринка. Художница проводила мастер-класс, рисовали на холстах, киновечер. Мы с ребятами смотрели фильм, и у нас была встреча с психологом. Тоже интересная, но сложная тема, там, мама и папа, внутренняя опора. Вот поэтому мероприятия всегда очень разные. Знаете, очень интересно, что вы организовали клуб, будучи жительницей уже Сыктывкара, хотя сами вы, как уже сказали, скосланы. И каким же образом в таком случае организуется работа клуба? Да, я на тот момент была в Сыктывкаре, но вот какие-то вопросы я решаю дистанционно, какие-то уже там на месте, то есть это все-таки моя малая родина, у меня там семья, я туда часто приезжаю. А вообще пользуется популярностью молодежный клуб у подрастающего поколения Ударского района? Да, есть люди, которые заинтересованы, которым нравится посещать мероприятия, да. Татьяна, скажите, а в чем же главная миссия по-вашему клуба, и почему подобные заведения стоят открывать чаще в Коль? Данный проект я создавала для того, чтобы именно молодежь из сельской местности, она больше развивалась, то есть в маленьких населенных пунктах нет той возможности, например, которая есть в городах. Поэтому вот именно я решила, что все-таки этот проект будет очень полезен для моего района. Я полностью с вами согласна, потому что в свое время, будучи подростком, сама находилась в подобной ситуации, когда мне не хватало вот такого клуба, места, куда бы я могла прийти, послушать какие-то лекции, пройти тренинги и вот именно саморазвиваться. Спасибо, Татьяна, что пришли, рассказали подробнее о том, чем вы занимаетесь, и я уверена, вас ждет только успех, и у вас будет еще больше побед и достижений. Удачи вам! Спасибо большое! Ну, а мы продолжаем! В гардеробе каждой девушки есть маленькое черное платье. А еще куча других разных вещей, которые она не надевала уже многие месяцы или годы. Впрочем, это относится ко всем, не только к милым дамам. Согласитесь, жалко, когда красивые платья, свитера или обувь пылятся лишь потому, что они нам просто разонравились. В волонтерской организации «Родник» нашли решение этой проблемы. Вещам, ставшим ненужными, там дают вторую жизнь. Как именно узнала Алена Туркина. Капля помощи «Родник добра». Под таким девизом уже шесть лет ведет свою деятельность экологическое волонтерское движение «Родник». Волонтеры объединения принимают ненужную одежду, обувь и предметы обихода от жителей, а после дарят этому всему новую жизнь. Мы работаем с организацией «Сытый гражданин», одеваем всех подопечных этой организации, обращается к нам Илья Костин непосредственно, и через него мы оказываем помощь. Раньше обеспечивали вещами всех, кто обращался. Однако волонтеры заметили, что добротой и сердец пользовались и те, кому поддержка не была нужна. Брали бесплатно, а потом продавали или обменивали. Потому формат деятельности с этого года поменялся. А теперь «Родник» сотрудничает либо с организациями, нацеленными на помощь людям, либо ведут индивидуальную работу с жителями. Женщина обратилась к нам, она вышла из больницы, она легла в больницу, еще было тепло, вышла уже зима, то есть родственников близости нет. Ей нужно срочно доехать до своей деревни и не в чем просто реально ехать. Она пришла к нам, оделась там с головы до ног и поехала к себе в деревню. Но мы надеемся, что мы ей очень сильно помогли вот этим. «Родник», кстати, еще и продает вещи по 100-200 рублей. Цены социальные, чтоб каждому было по карману. Но есть и такая одежка, которая отдается бесплатно вне зависимости от материального статуса человека. Все мы знаем, как быстро растут дети, не успели оглянуться, как все сорочки и штанишки стали ему малы. И тут некоторые родители нашли решение – фри-маркет. Это когда они приносят маленькие вещи и берут на размер побольше. Это, кстати, очень удобно, и здесь в «Роднике» подобный формат реализуется. Тут можно найти и куртки, и очень хорошую обувь, я уже не говорю про всякие курточки, рубашки. Чтобы получить детскую одежду, достаточно просто предъявить документы о наличии детей, и волонтеры центра помогут разобраться в ассортименте. Фри-маркет, кстати, отличный способ не обрастать лишними вещами. Экокультура в действии. Кстати, исходя из этих соображений, в «Роднике» можно взять одежду, которая послужит материалом для творчества. Вот так. Если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться в группы сообщества. И доступна эта возможность не только жителям столицы республики. Сейчас «Родники» открыты еще и в Подъельске, Небдино и в Омине. Праздники, как и всегда, пролетели с невиданной скоростью. Но вот отпускать от себя волшебное настроение совсем не хочется. Удерживать новогодний дух помогают пользователи социальных сетей. В «Контакте» и «Инстаграме» люди продолжают выкладывать фотографии с новогодними инсталляциями. Вот, например, кадры в группе «Мой Сактывкар». Главная площадь в столице. Какая же красота! Разноцветные огоньки и скульптуры нежно по-праздничному окутывает январский снег. Субтитры создавал DimaTorzok Как же незаметно бежит время. Программа наша подошла к концу, но прощаемся мы с вами совсем ненадолго. Студия 11 желает вам отличного продолжения дня. А еще постарайтесь провести эти выходные особенно душевно. В компании, семье или второй половинке. Встретимся уже в следующий понедельник. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok